Камень 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 Аммиак, что это, кислота серная, что это, как, что и какая безопасность у граждан города Балашова. Нам удалось задать несколько вопросов и главе Балашовского района Павлу Петракову, рассказав в режиме БЛИЦ о радужных перспективах будущего химического гиганта, а это 9 миллиардов прибыли в год, нескольких сотнях рабочих мест и инвестициях. Господин Петраков заверил нас, что данный завод сопоставим по безопасности с макаронной фабрикой. Саха, да, лошадка, еще какие-то вещи, они безопасны. Все, что связано с автотранспортом, да, это источник повышенной опасности. И разве нет? Ну, понятно. Мы с вами летаем на самолетах, мы с вами ездим на поездах. У нас в целом абсолютно безопасных производств нет. А для этого предусматривать меры, которые, будем так говорить, убирают все эти, будем так, риски. В том числе и биотехнологии, в том числе и химические заводы, в том числе, будем так говорить, атомные реакторы и так далее. Сейчас проект, насколько я знаю, это третий класс опасности. Ну, он сопоставим с классом опасности макаронной фабрики. Вдаваться в вопросы экологии и безопасности господин Петраков не стал. Хотя, по мнению Сергея Хорюкова, являющегося директором НИИ перспективных технологий и материалов, в подобных производствах главные вопросы должны возникать по отходам и системе очистки. Химическое производство, там относительно все легко и просто. Если идут химические реакции, заранее известно, какие компоненты, и их нейтрализация, это очень легко. То есть сейчас современная химия уже достигла таких пределов, что здесь никаких проблем нет. А вот переработка биопрепаратов, а здесь в данном случае переработка биопрепаратов, соединенная с химическим производством. Вот это более сложно. И биопрепараты в обязательном порядке будут отходы. Отсюда нужно смотреть уже, а куда эти отходы идут. Если эти отходы полностью замкнутый цикл, ну, например, из отходов делают жмых, который идет на корм скоту. Если же это идет в отвалы куда-либо, на перебражение и так далее, то опять нужно всю цепочку смотреть. Непонятно и странно и назвал ситуацию со строительством вспомогательных помещений до начала возведения основных корпусов и член Общественной палаты Саратовской области Андрей Крупин. Любое строительство без публичных слушаний не может никак происходить. Это проект и экспертиза, и государственная экологическая экспертиза, и госглавэкспертиза. Это одна из застов при строительстве. Если люди собираются строить завод, это уже понятно, что это является уже капитальным строением. И какой смысл начинать строить сначала с некапитальных каких-то строений, как они называются, вспомогательные и так далее, чтобы потом возводить уже какие-то основные дания. Довольно интересные и странные, честно говоря. Я уже готовлю сейчас обращение в местную администрацию, чтобы можно было выяснить. Пусть они это разъяснят. Если этого будет недостаточно, значит, мы обратим, значит, соответственно, по определенному направлению и выясним, по крайней мере, что это такое. Остается надеяться, что общественные слушания по строительству химического завода все-таки состоятся и не случится так, что однажды утром Балашовцы обнаружат у себя под боком дурно пахнущего и небезопасного соседа.